Лампа накаливания Лампа накаливания служила основным средством освещения более 100 лет. В 20 веке во всем мире были изготовлены сотни миллиардов таких ламп. Обычная бытовая лампочка состоит из цоколя и стеклянной колбы, заполненной инертным газом. Подвешенная внутри колбы тонкая вольфрамовая нить раскаляется и начинает светиться при пропускании по ней электрического тока. Температура плавления вольфрама составляет 3400 градусов Цельсия, что позволяет разогревать нить до 2500 градусов. Современную конструкцию лампы накаливания с вольфрамовой нитью придумал и запатентовал в 1893 году русский изобретатель-электротехник Александр Николаевич Лодыгин. Как это не удивительно, длина нити в этой лампе составляет примерно полтора метра. Ее сначала свили один раз и получили мелкую спираль длиной 20 сантиметров. Затем получившуюся спираль свили второй раз и получили более крупную спираль длиной 3 сантиметра. Возьмем лампу с номинальной мощностью 100 ватт и измерим ее сопротивление с помощью мультиметра. Получаем примерно 40 Ом. Рассчитаем мощность лампы по закону Джоуля-Ленца. Напряжение сети равно 220 вольтам. Поэтому расчетная мощность получается больше киловатта, в 12 раз больше номинальной. Чтобы понять, в чем тут дело, возьмем маленькую лампочку с рабочим напряжением 3,5 вольта и подадим на нее напряжение, медленно растущее от нуля до 4 вольт. Вот получившийся график зависимости силы тока от напряжения. Такой график называется вольтамперной характеристикой лампы. Мы видим, что закон Ома для лампы не выполняется. Сила тока растет непропорционально напряжению. Это происходит потому, что сопротивление вольфрамовой нити увеличивается при ее нагреве. Чтобы построить график сопротивления, поделим напряжение на силу тока и вычтем сопротивление подводящих проводов 1 Ом. Сопротивление холодной нити составило чуть больше 1 Ома, а сопротивление раскаленной нити составило 16 Ом. Посмотрим, что происходит с током в момент включения. Сразу же подадим на лампочку напряжение 3,5 вольта и запишем график тока. В момент включения сила тока составила 1,8 А, в 9 раз больше номинального значения 0,2 А, потому что холодная нить лампы разогревается не сразу. Такой же скачок происходит и под включением 100-ваттной лампы, поэтому лампы накаливания обычно перегорают именно в момент включения. Чтобы раскаленный предмет светился таким же светом, как Солнце, у него и температура должна быть соответствующей – 5,5 тысяч градусов Цельсия. Из-за того, что температура вольфрамовой нити заметно ниже, лампа накаливания излучает в основном невидимые инфракрасные лучи, и только 4% излучаемой энергии приходится на видимый свет. Поэтому лампы накаливания сейчас повсеместно заменяются на гораздо более эффективные газоразрядные и светодиодные источники света.